Продолжение следует... ...слоганом в прошлый раз, что общество опять стало местом для дискуссий, да, и каким-то следствием этого, вот, получились наши встречи. Я хотел бы сказать, что мы видим развитие политической ситуации в стране. Политическая ситуация в стране объективно сказывается на ситуации в Иркутской области, тем более, что предвыборная кампания этого года имеет целый ряд особенностей, как то протестное движение, не прислушиваться к которому, как бы не хотелось не прислушиваться к которому действующие федеральные власти, это все равно не удается не прислушиваться. Одним из небезынтересных аспектов избирательной кампании было участие почти завершенное в этой кампании губернатора Иркутской области Дмитрия Метинцева. Небезынтересным аспектом, на мой взгляд, является то, какие решения в ближайшие два дня примет ЦИК, ну, как минимум, по кандидату в президенты Явлинскому по регистрации другого самовыдвиженца, у которого, как я понял, самые блестящие подписи по качеству господина Прохорова. Ну, и вообще взгляд у вас, как специалистов, здесь присутствуют политологи, юристы, социологи, психологи, историки, философы. Ваш взгляд на развитие политической ситуации в стране, в регионе, я думаю, можно попробовать смелые прогнозы. Значит, я думаю, интересным предметом для обсуждения являются перспективы влияния административного ресурса на выборах, наличие или отсутствие фальсификаций, и существует ли интерес у федеральной власти, у кандидата-фаворита в том, чтобы ему, например, дотягивали голоса традиционными методами 2000-х годов. Вот это такой круг вопросов, который не исчерпывающий без всякого сомнения, поскольку комментарий свободный и священный. Поэтому, коллеги, я думаю, что стоит все-таки, ну так, чуть традиционно дать высказаться каждому присутствующему, а уж дискуссия, если она завяжется в процессе там выступлений, ну, не будем жестко регулировать, как пойдет. Но для начала, все-таки, я полагаю, что нужно какие-то явно сформированные мысли и подходы, еще раз говорю, по любому широкому кругу вопросов, связанных с ситуацией в стране и в регионе, высказать. Я не знаю, кто-то, может быть, начнет сам. В ноябре и декабре уличные события, они повлияли все-таки на власть тем, что на экранах стали появляться не только представители власти и парламентской оппозиции, но и в том числе несистемная оппозиция. Это первое, что хотелось сказать. Второе. Последнее событие, связанное как раз с участием или не участием в выборах Григория Алексеевича Явлинского, показывает о том, что власть еще не готова сделать выборы абсолютно честными. Чем было страшно? Я думаю, что Явлинский нынешней власти не страшен ни в каком качестве. А вот те наблюдатели, которых партия «Яблоко» могла предоставить, они, конечно, предоставляли большую угрозу для административных, даже не для власти как таковой, а для того, чтобы помешать административному ресурсу в той или иной мере, так сказать, ну, сфальсифицировать выборы, если такой план все-таки где-то будет иметь. Несколько сотен человек абсолютно безвозмездно собирали эти подписи в Иркутске, в том числе за счет того, что их приглашали через интернет. То есть такого не было никогда. То есть приходили люди, которые никаких денег не требовали. Это говорит о том, что... Мне звонило уже достаточно большое количество журналистов, в том числе и коллег господина Гиммельштейна, которые собираются нынче быть наблюдателями на выборах, потому что хотят просто посмотреть, как же это изнутри вообще организован весь избирательный процесс, и выступить в качестве наблюдателя. А вот можно сразу воспользовавшись случаем, я попрошу Александровича по этому поводу сказать, кто вообще может выступать наблюдателями на участках? Какие категории? Раньше существовало правило, что любое общественное объединение не может назначить наблюдателями. Это было правильно, потому что сам институт наблюдения заключается в том, чтобы обеспечить неангажированный контроль за выборами, прежде всего за деятельностью избирательных комиссий, которые с организационной точки зрения основные участники избирательного процесса, и, соответственно, там основные риски концентрируются, связанные с искажением воли изъявления избирательных. Сейчас я, поскольку, к сожалению, не было достаточно большого времени, чтобы так детально изучить закон, насколько я помню, я не вручаюсь полностью за достоверность этой информации, мы будем чуть попозже посмотреть, но, насколько я помню, наблюдатели могут назначать кандидаты только. Только кандидат. То есть партии парламентские, не парламентские, такого права не имеют. Если кандидат партийный, то это практически разница. Ну да, когда так. Ну, условно говоря, партия «Яблоко» уже больше не может назначить, если не будет зарегистрирован кандидат президент. Если он не будет, то он все равно не будет зарегистрирован, потому что у него уже сейчас количество достоверных корпусей меньше 2 миллионов осталось, то от этого кандидата он не будет кандидатом, поэтому он не может быть. В контексте теории заговора, да, ну, когда вот эти две истории с кем-то там в МИИТе, да, так активно показываются контролируемыми государствами каналами, да, может быть, я так в контексте теории заговора скажу, что это вообще трехходовка, рассчитанная на вот те решения, которые сейчас принимаются в контексте Явлинского и Мезенцева, да, потому что, ну, мы же не наивные люди, да, мы же понимаем, что собрать 2 миллиона подписей без нарушений в нашей стране невозможно. Более того, это сделано так в законодательстве, чтобы это было невозможно, и чтобы любого кандидата можно было снять. Представить себе, что есть рафинированные подписи Прохорова и бракованные в необходимом количестве подписи Мезенцева и Явлинского в части Прохорова, я, например, представить это не могу. Это какая-то фантастика. Так что, может быть, это как бы задел такой? Может быть, вопрос в том, что зачем, наверное, пришел губернатор? Зачем? Это интересный вопрос. Сейчас вот Старислав Петрович попробует ответить, зачем. Вначале я хотел бы сказать следующую вещь, что многих кандидатов в президенты я не то, чтобы лично знаю, но со многими лично встречался, со многими лично беседовал. Пять раз на моей памяти фотографировался с Лавир Владимировичем Путиным, лично беседовал у себя в кабинете с Зюгановым, нет, но есть у меня уголок Путина в кабинете. Вот, это правда. Он пригодится вам издавать. Этот уголок у меня висит 8 лет. Все, кто заходили в кабинет, видели, что такой уголок имеется. Если надо будет без микрофона, скажу, почему я это делаю, держу. Я беседовал в свое время очень много раз с Немцовым и так далее. Впечатление у меня, скажем, о Явлинском то же самое. Впечатление у меня о них то же самое, как то количество голосов, которые они постоянно собирают во время любых своих выдвижений. На мой взгляд, достаточно напыщенные люди. Я сказал, Явлинский, Немцов и про остальную оппозицию говорить не буду. С ними лично не встречался. Которых достали из ящика с Нафталином, встряхнули, что-то они пытаются сейчас нам рассказать. И если мы их пытаемся сделать вид, что это и есть, блин, оппозиция, мне тогда грустно за нашу державу. Значит, с другой стороны, всем понятно, почему это происходит. Ну, критическая масса, скажем, такой общественной усталости, она существует независимо от того, есть выбор или нет выборов. Мы же знаем, что империи разваливаются иногда не потому, что варвары на них нападают, а просто потому, что они разваливаются. Такие процессы идут, знаете, как в позвонках, эструдивные. Они проседают, 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 и вот глядишь, уже империи нет. Что мне нового сказал за это время Немцов? Что мне нового предложил Явлинский? Да ничего. Отсюда я делаю выводы, что такая оппозиция повлиять на общественно-политическую ситуацию в Иркутской области просто не в состоянии. И то, что происходит, скажем, в Иркутской области, в Красноярской области, там, в Тюмени где-нибудь и так далее, да ничего не происходит. Люди нормально работают, ходят на работу, думают, как бы им лучше жить, как бы больше заработать, как бы обмануть начальника. Ну, в общем, нормальная человеческая жизнь. Почему это происходит в Москве, в крупных городах, тоже понятно. Там просто градус и курс доллара повыше. Там люди привыкли всю жизнь лучше жить, а сейчас всем живется не очень хорошо. Потеряла ли что-нибудь Иркутская область от того, что Мезенцев вначале стал кандидатом в президенты, а потом, скорее всего, не стал, а может быть, уже не стал? Я считаю, ничего мы не потеряли. Я считаю, что славно, что он почувствовал, вольно или невольно почувствовал, как политический деятель, этот груз. Я считаю, что славно, что Иркутская область хотя бы зазвучала где-то. Хотя бы, знаешь, по части вот этих вот листов подписанных, ну, мы же не дураки. И вокруг все не дураки, все все прекрасно понимают. А вот по части того, что про Иркутскую область в эти там месяцы ничего плохого не было сказано, да и слава тебе, Господи. Более того, для меня, например, большое счастье, что губернатор не станет президентом и останется с нами. Ну, пускай хоть один губернатор доведет все начатое до конца и весь свой срок, значит, положенный по закону, проведет. Когда Мезенцев выдвинул свою кандидатуру, ясно было, что президентом он не станет. Но могла создаться очень интересная ситуация, которая бы внесла какую-то интригу во всю избирательную кампанию, если бы достаточное количество голосов его зарегистрировали. У нас нет пункта против всех. И он мог стать, в общем-то, протестным вот таким вот кандидатом, который бы голосовали. И как повернулась бы в данном случае ситуация, сказать очень трудно. И мне, например, очень жаль, что вот эта вот интрига из этой избирательной кампании, она исчезла. То, что зарегистрирует или не зарегистрирует Явлинского, я думаю, что зарегистрирует. Раз ему дан второй шанс пересчитывать еще голоса, его в любом случае вытащат. Никто не будет ссориться, так сказать, с этой оппозицией новоявленной, несистемной, которая придумала себе название несистемной оппозиции и так далее. Тем более, что здесь задействованы и другие силы, не зря они сбегали в посольство Соединенных Штатов и так далее и тому подобное. Поэтому я думаю, что Явлинского все-таки зарегистрирует. Но вот с уходом Мезенцева, мне кажется, что предвыборная кампания становится все более предсказуемой. Мы с вами в дискуссию вступили. Мы забавная страна. Нам все время нужна а. национальная идея, б. интрига и ц. какой-то осязаемый результат завтра. Слушайте, мы с вами жили счастливо, не знали вообще, кто такой Обама. Вообще не знали. И вдруг он становится президентом. Вот тебе интрига. Сейчас там 5 или 10 человек опять бьются об заклад, баллотируются. И мы тоже ни одного из них хорошо не знаем. Наверное, американисты знают. Зачем нам нужна интрига? Слушайте, в четверг приглашаю всех на круглый стол в Комсомольскую правду. Будем рассуждать о среднем классе. Можно я вас честно спрошу, вам лично стало лучше жить или нет? Ну как сказать, что значит лично? Вот об этом речь-то как раз и идет. Социальные возможности у вас какие-то появились? Социальные возможности появились, но социальные возможности, вы же знаете, социальные лифты ограничены. Я просто к чему клоню? Вот об этом речь. Я просто закончу. Это не диалог. Я заканчиваю. Просто в этой стране надо как-то договориться о том, чтобы какое-то время... В нашей стране. Ну я для камеры говорю, в этой стране. В нашей стране. Как предмет для обсуждения. Понимаете, я помню целый институт в Академии наук, который работает над устойчивостью. Вообще системы. Может быть нам об этом подумать, как говорил Гиммельштейн, заканчивая каждый раз абзац в своих нетленных заметках. Может быть об этом стоит подумать. Спасибо. Станин Александрович, когда вы так достойчиво говорите, видимо намекая, что стали жить лучше, да, здесь большое количество вузовских преподавателей находится. Мы только что с вами прибыли с ученого совета, я прошу прощения, можно я закончу? То, что прибыли с вами с ученого совета по состоянию высшей школы и по состоянию преподавателей, как психологическому, так и социальному, значит ничего лучше не стало, стало только хуже. Пожалуйста, Максим Михайлович. Хотелось бы отчасти в моей мысли будут чуть-чуть перекликаться с Натальей Максимовной, но я обещаю их не дублировать. И вряд ли они будут сейчас пересекаться со Станиславом Васильевичем, который сказал ключевую фразу, но я могу еще чуть-чуть рассказить. Вот интрига, вот в Америке Обама, вот пять кандидатов бьются и баллотируются. Вот это вот ключевой момент. Они имеют возможность баллотироваться. Им не надо по каждому штату собирать по 50 тысяч подписей, и при условии, что если гражданин после названия улицы не поставит слово «дом», а наберет номер этого дома, то его автоматически лишают возможности быть зарегистрированным. Это ключевой момент. Я вообще не знаю, существуют ли там подписи. По-моему, там их не существует. Там решается в течение промежуточных выборок. Вот Алексей Александрович потом, наверное, вот этот момент подробнее объяснит. И Гингричит, и Ромни, у них есть такая возможность. У Дмитрия Федоровича мы тоже думали, есть возможность баллотироваться. И что мы из этого приобрели бы, и что мы из этого потеряли, когда нас лишили такой возможности, это чуть позже. Ну, когда такие судьбоносные моменты происходят, и круглые столы не могут сконцентрироваться вокруг только одного вопроса. К сожалению, приходится охватывать целый круг взаимосвязей этих вопросов. Но я бы хотел разложить по двум основным кругам. Первый, это то, что касается ситуации в России в целом. Это взаимосвязанные вещи, которые в большей степени, наверное, определяют, чем все остальное. И первый ключевой момент, это масштаб дальнейшего уличного движения и вообще протестного движения. От него будет в том числе зависеть, зарегистрируют или не зарегистрируют Явлинского. Второй момент, что для Владимира Путину сейчас важнее, показать себя красавчиком для Запада и согласиться на двухтуровую систему выборов, или пойти по перестраховочному варианту и попытаться победить, пусть даже ценой, значительной долей нелегитимности с первого тура. Второй факт, уже не вопрос, факт, недопущение к выборам Алексея Навального. Ну, я не скажу, что я такой огромный кумир Алексея Навального, но я считаю, что шансы электоральные у него были бы в нынешней ситуации гораздо выше, чем и у Явлинского, и, значит, Прохорова, наверное, чем и у Жириновского тоже. Они были бы выше. Тем не менее, его не допустили. Объясню. Объясню. Дело в том, что в отличие от других оппозиционеров, которые тогда штурмовали Болотную, да, ОМОНовский вот этот вот заслон, да, посадили на 15 суток только двоих. У Дальцова, который фактически все это спровоцировал, и Навального, который просто был на митинге. На чистых прудах, на болотках. У него нет, почему? Потому что, когда его отпустили, сроки подачи заявлений уже прошли. Я понимаю, вот, Максим Михайлович, я очень внимательно читаю блог Навального, ни разу он не заявлял о своем намерении заявить о самодвижении на этих выборах. Хорошо. Я не буду на этом вопросе настаивать. Он один из многих. Может быть, даже не самый важный. Но следующий момент, это отказ в регистрации Евлинского. Вот это тоже будет как лахмусовая бумажка, о которой Наталья Максимовна начала говорить. Ну и момент, который может быть не столь существенный, но он показывает эмоциональную сторону, он показывает дальнейшее развитие вообще взаимоотношений между оппозиционерами. Это вот недавние дебаты Зюганова и Навального. Извините, Прохорова, да. Ничего нового не изменилось в ельцинских времен, когда оппозиция представляла вид таких вот раздробленных резерваций. Это резервация для пенсионеров, это резервация для грамотной молодежи, это резервация для безграмотной молодежи. И вот вообще, вот это вот то, что сейчас Зюганову придумали конкуренты не Путина, а Прохорова, это очень показательно. И, кстати, то, что Прохоров не диспутирует с Путиным и Зюганом, это тоже. Что касается нашего собственного региона, отказ от регистрации Дмитрия Мезенцева означает то, что нас лишили возможности поставить оценку деятельности губернатору. А губернатору отказали возможности получить эту оценку. Вот сейчас вот в последнее время опять благосфера закипела, ссылаются там на радио Свободы, на Виталия Камышева, что якобы там кто-то какой-то проводил опрос, и позиции Мезенцева неутешительны, и может быть в связи с этим там его, и чтобы не подставлять, аккуратненько так слили. Но, вы знаете, мы занимаемся социологией не первый год, мы проводим опросы, причем проводим опросы не формирующие, а классические опросы. Я не буду их зачитывать полностью, но один факт я все-таки вынужден в связи с вот этими инсинуациями назвать. Значит, вот анкета, может кто-то посмотреть, как она выглядела, там опросы и по СМИ, и опросы по партиям были. Вот, и кстати, они у нас тогда еще показали перевес, это было все в середине ноября, они показали перевес КПРФ и, значит, и по Свердловскому на тот момент, и по Октябрьскому району. Непонятная была ситуация с Ленинским, вот, и с Куйбышевским. Ну, я вот скажу сейчас, что касается Дмитрия Федоровича, чтобы много времени не занимать. Как вы оцениваете деятельность губернатора, председателя правительства Иркутской области Дмитрия Федоровича Мезенцева? Варианты ответов положительно, просто положительно, там еще и скорее положительно, 25,5%, скорее положительно, 40,3%. Совокупный рейтинг получается 65,8%. Поверьте, у Путина здесь меньше, ну, несколько, у Медведева он меньше, пусть она несколько. Сколько репрезентативно ваш выбор? Опросы проводили 1200 анкет. Где и как? Объясню, хороший вопрос. 1200 анкет, метод квартирно-квотный, то есть город Иркутск разделяется на сегменты как по типу и годам застройки, так и по, собственно, различным микрорайонам, в зависимости от того, сколько население проживает. Ну да, может быть, мы там, не знаю, Ершини охватили, может быть, там какие-то такие суперэлитные дома, но средние дома, среднестатистические удалось охватить. И вот этот результат, я понимаю, мы проводили опросы много лет, я не помню, чтобы у одного губернатора после Ножикова были такие показатели поддержки. Причем, эта картина, вы знаете, она резко контрастирует с картиной, скажем, в Уссуле-Сибирском, где у местных властей очень низкий рейтинг, у Мезенцев, опять же, на уровне 65-64%. То есть, вообще, вот этот вот показатель, мне кажется, мог тоже в какой-то мере всколыхнуть кремлевских социологов из-за того, что сейчас, судя по всему, принято решение, выборы должны пройти в один тур. То есть, внутренний, внешний потребитель, с ним и так договорятся через энергоносители, через финансирование американской экономики, внутреннего потребителя, то есть, российских чиновников, можно будет держать в узде только через однотуровую систему. Для этого, судя по всему, возникли проблемы у Явлинского, на подписи которого вообще, в принципе, могли закрыть глаза. Поэтому произошло с Мезенцевым. Я не говорю, что Мезенцев набрал бы в Иркутской области 65%. Но вы помните, тогда еще был, когда был первый раз Путин избрался, был популярный самарский губернатор Титов. Да, за него он получил там третье место, но здесь сейчас расчет буквально на десятые доли сотых процентов, до 50% удастся догнать относительно легитимно с точки зрения веб-камер или не удастся. Я вас уверяю, в Иркутской области Мезенцев процентов 20% бы точно получил. И это был бы не только кандидат против всех, это был бы и кандидат значительной части элит, которые устали от Путина, ну а Мезенцев вроде свой, вроде достаточно, согласитесь, много сделал для нашего города и для нашего региона. Более того, какой-то процент голосов он бы и в Питере получил, какой-то процент голосов ближайших регионов, но вот выщелкнуть Явлинского и выщелкнуть Мезенцева, именно для того и нужно, чтобы результат Путина был не 45%, скажем, процентов, а 51%. Ну, не буду больше развивать вот эти мысли, я хотел по поводу подписей, Алексей Александрович там скажет уже дальше, вот сравнить, ну вот, допустим, любой политический товар, да, он тоже товар, вот, допустим, на каком-то оптовом складе конфисковывают партию нормального молока, непросроченного, только по одной причине. Адрес изготовителя указана улица, но слово дом не указан, вот это то же самое, а люди расписывались, выяснить, эти люди расписывались за Мезенцева или за Явлинского или нет, это проще паре на репы. Факт тот, что человек его выдвинул на лицо, но вот из этих вот закоречек, вот, что там дом не проставили, получается, что всё, лишили этой возможности, я всё. Если вот реплику в связи с этим скажу, да, вот мы сейчас говорим, значит, или улица потребует, или просвещенный Запад потребует не снимать Явлинского, да, мы же понимаем, что не снять Явлинского, я абсолютно убеждён, что процент брака большой у всех самовыдвиженцев, у всех трёх, да, почему в связи с этим не снять Явлинского, мы понимаем, что это другой уровень политического решения, да, Но это забавно, что сейчас сохранить Явлинского можно при наличии политического решения о том, что нужно нарушить закон. Вот, пусть это не будет формализовано, а вдруг случайно окажется, что дополнительные подписи, которые проверяются, они корректнее, чем 26% брака в первой выборке, да, вот, 23, да, вот мне подсказывает, Александр Дмитриевич. Поэтому тоже забавно, да, у нас закон очень удачный такой, он как бы сдвигается куда хочешь. Закон что-то... Да, пожалуйста, Алексей Александрович. Да, я хотел бы пару репликс сделать по поводу сказанного. Во-первых, я вот хочу ещё раз подтвердить, что наблюдателей на выборах президента в праве назначают только... Кандидатов. ...зарегистрированные кандидаты политической партии, которые выданы зарегистрированных кандидатами. В этой связи ещё нужно понять, в чём заключается незаконность решений в Киевистовской области. У журналистов другой статус, когда... Журналистский наблюдатель, конечно. ...более, как бы, точно, выражающий. Вот. А что касается выборов в Америке, ну, Мит Ромни, там, Рик Санторум, кто ещё, Нил Гингридж, который конкурирует сейчас за выдвижение от республиканской партии, это не кандидаты на должность, на пост президента США. Это кандидаты в кандидаты. Да. Кандидаты выдвигают общенациональный партийный конвент, который соберётся там ближе к осени. Для того, чтобы быть выдвиженным кандидатом от национальной партии, нужно пройти сложнейшую систему правильности, которая намного превосходит по своей сложности задачи сбора подписи. Поэтому ещё вопрос, где легче участвовать в президентской партии? Конечно. Даже сам принцип, что определённые штаты в рамках кокусов или праймерис, победитель получает все голоса, в других штатах они распределяются в соответствии с процентами, ну, и так далее, и тому подобное. А партия в каждом штате решает сама, как она... Совершенно верно. Пожалуйста, Иль Владимирович. Внимание, в законодательстве подготовил, так сказать, новацию, готовится определённые законодательные инновации, как мы знаем, как я так сказать, в целом, в том числе и снижение количества подписей для выдвижения президента, ну, предположительно, пока случится вместо 2 миллиона 300 тысяч, а это ведь иллюстрация того, что всё-таки эта практика, это признанно. То есть мы с точки зрения буквальной буквы, конечно, находимся в определённых рамках закона, одновременно уже фактически официально сказано, что это надо менять. Вот, поэтому, ну, мы понимаем, что существуют некоторые, так сказать, такие трения между формальной законностью и легитимностью, здесь они как бы проявляются. Я бы хотел здесь коснуться как раз вот этих вот реформ, которые политически сейчас заявлены, о них пока никто не говорил. Мне кажется, что здесь есть определённая взаимосвязь как раз и с составом кандидатов. Вообще, кстати говоря, разговор на что-то не может, что это характер носит, потому что всё-таки ещё до конца состав не осталось. Да, но не знаю. Не два осталось, но это, так сказать, редко как-то в сторону. Ну, вот, и что касается вот как раз этого заявленного пакета, мне кажется, очень такими показателями слова Владислава Юрьевича Суркова, после чего он сменил место работы. Вот, о том, что это лучшая часть общества вышла, да, и как бы, мне кажется, ещё менее простительная часть его заявления, о том, что сейчас главное, чтобы власть не высматривала, ага, может быть, улеглась, и ну, значит, это всё немножко отодвинем. Мне кажется, что Владимир Владимирович был соответствующий, что это место работы сменилось. В отношении того, что у нас, ну, естественно, известное давно правило для оппозиции, для власти оппозиция всегда не та, значит, для оппозиции всегда не та власть. Поэтому, ну, я позволю себе поспорить о таким национал очень распространённом, как бы уже вообще признанном крышу, что у нас не те, не та оппозиция. Попосмотрите на этих кандидатов, они не те. Значит, я считаю, что вполне эти кандидаты. Конечно, мы их знаем уже давно и так далее. Это люди, которые, скажу мне, спасут защиту, они, в общем, в принципе, там поапчёрлись. Уверяю вас, практически все они, если их избрать президентом, знают на какие кнопки нажать в первые же дни, это не будет там какая-то экскурсия, значит, по этому самому. Вот. Ну, естественно, с точки зрения, если это рассматривать с точки зрения агитации или поддержки за Владимира Владимировича, то, конечно, к счастью, это агитация, это заявление, что позиция не так. Это обязательно. Вот. А если, так сказать, посмотреть на это как-то с другой стороны, то нормальная позиция, так сказать, алицетворяющая определенный сегмент общества. Вот. Я считаю, что, ну, я не вижу здесь, и уж, в всяком случае, организовать так жизнь, чтобы мы, как сказать, Станислав Косович работали, думали там, как жить лучше, значит, там, ходили на работу, там, воспитывали детей, ну, так это, пожалуйста, это вот все они, это там, в этом, в этих, там, как каждый из них может. Ну, нормально так, все будет, я даже не сомневаюсь. Вот. Поэтому, поэтому, мне кажется, все-таки, что избирательная компания нынешняя отличается от ряда предыдущих компаний, общество все-таки в какой-то мере изменилось, еще в этом говорил много. Вот. Вот меняется ли власть, хотя понятно, что эти вещи взаимосвязаны, и как она будет на тебе отвечать. Здесь много говорилось о том, в один тур будет или в два. Видимо, я думаю, в руководстве страны существует такой дискуссионный момент, они понимают, что с точки зрения вот такой вот глобальной, как бы, красивости, нужно, как бы, допустить, что будет и два. Но сугубо прагматические вещи, а также, как бы, привычки по жизни, может, немножко не политологически выражать, их просто тянут в модель, чтобы один тур все-таки все выгибает. Вот. И, ну, думаю, что все-таки будет пересилено, так сказать, вот первый был этот момент, чтобы один тур, а другое дело как-то получится, это уже другой разговор. И, ну, что касается губернатора нашей области, ну, в общем, рискнул предположить, что у нее не очень был выбор, когда давал согласие на то, что не техническим кандидатам. Ну, посмотрите сами, результат Единая Россия не очень хороший в нашей области, с точки зрения, так сказать, как они знают, мерно подходит. Целый ряд губернаторов с такими же результатами примерно снят уже. Вот. Можно, конечно, сколько угодно говорить, что у нас губернатор немножко был там не вместе с руководством Единая Россия, но так это еще непонятно заслуга, это не только сказать можно и могу, что я не смогу договориться полный мир. Поэтому, поэтому я думаю, что у нас, с другой стороны, он из Питера, так сказать, он человек проверенный, но не самого верхнего слоя, опять же, потому что я не думаю, что каждый бы согласился из ведущих политиков, так сказать, на эту роль. Но она сама по себе роль неблагодарная, она как бы... Ну, конечно, я уверен, что Витя Федорович не имеет непосредственного отношения к такому сбору подписей, там другие люди командовали, но ведь... Как сказать, вот когда идет технический кандидат, то понятно, что все на дружу сделать как можно более дешево, по определению. Вот. С максимально используем административного ресурса. Ну, как его используют, скажем, в железной дороге, мне показалось, что он не выше тревотажа, что там появляется. С использованием административного ресурса. Вот поэтому... Поэтому, с одной стороны, мне кажется, что плюсов это губернатора кускобластей не дало, а с другой стороны, участие в компании. Да и мне кажется, сейчас избиратель находится определенный недоумен, даже, в общем-то, к этой кускобластей. С другой стороны, мне кажется, выбора у него, возможно, и не было. То есть, поэтому... Считаю, что вот сейчас он ведет себя на завершающем этапе правильно, надо принять посуду. Вот нему не спорят. Почему начинает спорить ивлинский, там понятно. Вот. Тем более, тут есть такая вещь, что... Ну, вот выборы должны быть у нас в ивлинском, в России, в точке зрения завода. Это как как будто там, ну, именно... Как спички в магазине, не знаю, свой могут подобрать. Они должны быть. Пусть он там получит один процент, там два или три, но он должен быть. Не будет и воздачной тегетивности, она в глазах. И случайно это было действие кандидата, за которого собирались подписи среди граждан, живущих за рубежом. В этих странах шел в сбор подписей, заявленство. Причем, надо сказать, насколько мне известно, ну, вот... Алексей Александрович, может быть, это разъяснит. Насколько мне известно, эта процедура, на самом деле, очень такая, ну, сложная сбора подписей за рубежом. Там должен заверять, по-моему, посол все эти подписи. Ну, консул, видимо. Достаточно, ну, тем не менее, видимо, для того, чтобы показать свою ориентацию, ну, свою ориентацию сейчас так понимаю. Ну, это ориентация правильная. Да, значит, это все-таки было предпринято, вот это действие. Поэтому я, мне сложно сказать, я не могу уверять, что, понятно, просто никто из нас не может сказать, на 100% зарегистрировать юридическую или нет, но, опять же, исключить, что его зарегистрировали, причем не по юридическим мотивам, на самом деле, я вполне могу. Тем более, что насчет Прохорова там тоже есть сомнения, и некоторые источники избиркома и говорят о 4,4%. А некоторые источники говорят, что у них примерно одинаково как. По-моему, яблоко, я прошу прощения, заявило, что оно как раз будет оспаривать регистрацию Прохорова в студии. Не знаю, Прохоров пока что заявил, что он... Да, а яблоко, а яблоко в ответ наоборот. Нет, нужно, нет, раздобочен тем, что не зарегистрировали юридическую, нужно регистрировать там, это наше все. Да, да, да. Я прошу прощения. Я считаю, что имеет каждое право на высказывание, тем более, что оно опирается на собственные исследования. Мы же не в состоянии критиковать методологию, мы ее не знаем, да? Наше восприятие, ну, мне тоже кажется, что большинство в России имеет близкие взгляды к моим, на окружающую действительность. Но как-то все результаты выборов показывают несколько иное, понимаете? Поэтому это все индивидуальное восприятие, хотя, ну, меня тоже несколько поразили цифры в обоих случаях. Но признайте, все-таки было ощущение же у вас наверняка перед 4 декабря, что немножко как-то вот пониже все-таки уровень популярности Едино-России, чем ДЭС в ЦИОМ, допустим. Безусловно. Как я ровным счетом полагаю, что то, что сейчас в ЦИОМ и ФОМ дает по стремительному рейтингу Путина, я полагаю, это тоже, мягко говоря, не очень корректные цифры. Пожалуйста, Александр Дмитриевич, ну, я бы просил вас все-таки усказываться по более широкому кругу проблем, чем в методологии исследований социологических. И, поскольку я психолог, я хочу сказать, что сейчас надо идти от человека. И вот здесь вот я вижу, что в нашей российской политике происходят существенные изменения, которые все мы обговорим. Чего касается это существенное изменение? Это прежде всего того, что у российского избирателя, вообще человека поднялось собственное достоинство значительно. И интернет способствовал этому делу. Он стал сметь собственное мнение, иметь чего раньше у него не было. И соответствующим образом он начал это мнение выражать, выходя на улицы и так далее, и тому подобное, о чем мы с вами хорошо знаем. И вас-то, наконец, поняла, с этим человеком надо считаться. С ним надо считаться, на него надо ориентироваться. Заметьте, Прохоров говорит, что не человек для власти, а власть для человека в своих дебатах с Зиганом. Путин в предыдущей статье интересную мысль приводит. Не человек для экономики, а экономика должна считаться человеком. Вот она, ориентация на людей. И сейчас все хорошо понимают, что человек с возросшим достоинством, и в том числе национальным, о чем говорит вчерашняя статья уважаемого Владимира Владимировича, многие годы не обращали. 20 лет выпускали национальный вопрос, наконец-то решились по-настоящему рассмотреть эту проблему. Это национальное достоинство, оно тоже есть у каждого человека. И надо считаться с этим человеком. И поэтому открытость выборов и результаты, и прочее, прочее, я думаю, власть сегодня, она не решится где-то подыграть. Не решится. Потому что иначе этот человек почувствует свое унижение, свое уничижение, чего он сегодня совершенно не хочет. Не хочет. И я вот замечаю и все статьи Путина в этом направлении, что человек, 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 все для человека и у многих других кандидатов. И поэтому оценка выборов, оценка выборов, она будет идти именно со стороны вот этого человека. И сейчас будут стремиться власти добиться, чтобы это все-таки, на мой взгляд, оценка была объективной. А какими способами, техническими или содержательными? Содержательными за месяц уже ничего не добьешься. Ну, мы же с вами видим, какие технические меры, глобальные меры принимаются со стороны власти. Видим это. Да. Ну, например, эти и кабинки, нет, и... ВИП-камеры. ВИП-камеры, стеклянные. ВИП-камеры, стеклянные, это все. Вот это, ну, хотя и показуха с одной стороны, но это показуха для... и она будет нормальной для многого количества людей, но в психологии. Он же видит все-таки это человека. Это значит, ну, ведь все во имя человека, всего благо человека, мы с вами помним этот лозунг до 1900, примерно так, 62-го года. Вот, вопрос насыщения, как бы, содержательного этого тенца. Статья Станинов. А можно вопрос? А вот посадить, допустим, тех председателей, которые убегали с мешком бюллетеней, вот и вот этот вот содержательный момент, его можно, наверное, и не за месяц решить, может быть, даже побыстрее. Вообще, что эффективнее для того, чтобы люди поверили в честность и прозрачность выборов, потратить 15, сколько, я не понял, 15 миллиардов? Да, на веб-камеры, или просто довести до конца, скажем так, 300 уголовных дел, которые были, ну, железно были, да, и которые можно доказать, ну, до конца. Вы забыли, что я не одобряю, я же не сказал, что я одобряю это дело. Я сказал, что я считаю, что это, без этого власть не обойдется сегодня. Без отсутствия посадок не обойдется? Нет, нет, вы не утрируйте, господин Максим, вы не утрируйте. У меня в моем выступлении совершенно не прозвучало такой мысли без посадок и так далее. Причем тут я вот все посадки считаю, что это риторические вещи, которые не надо на данном круглом столе поднимать. Что я хочу сказать? Я хочу просто сказать, что власть, наконец, столкнулась не только с реальной позицией думы, не только с системой, с системой оппозиции, системной оппозиции, но власть столкнулась с оппозицией со стороны человека, гражданина. И этот процесс, я вам скажу, в определенной степени он начался и от Иркутской области. Ведь Братск было первое, далее Иркутск второе, Ангарск третье, потом Усолье, потом снова Братск. Ведь это для России, это были какие-то определенные откровения. И здесь я хочу сказать, что я всегда с глубочайшим уважением отношусь к Иркутскому электорату, к Иркутскому избирателю. Он сознательный, он верен. Я правильно понял, Берегерич, что вы хотите сказать? Пожалуйста. Предыдущие ораторы досконально разобрали все темы, мне придется обосновить какие-то в эмпирические высоты. Хотя, с другой стороны, может быть это и полезно, потому что сейчас во всем анализе как-то все исследователи, высказавшиеся не по-ленински, забывают о примате экономики и политики. Мне кажется, что чтобы посмотреть на контекст вот этих выборов, нам нужно немножко сделать шаг назад и посмотреть на ситуацию в целом, потому что своего рода вот эти выборы на повторный срок Владимира Путина, это, так сказать, оценка народа, роли и личности в истории на данном этапе. И здесь мы видим как раз попытку воспринять, вернее, внедрить сценарий, согласно которому Путин это, так сказать, спаситель России, да, который ликвидировал разброд, шатание, распад эпохи и позднего Ельцина и создал некое новое качество. Но если мы посмотрим с точки зрения экономики, то не нужно жонглировать графиками и цифрами, чтобы увидеть, что на протяжении последнего десятилетия экономика России, макроэкономика России, ну и исключительно сырьевой характер. Большую часть занимает экспорт нефти и газа, ну, отдельные регионы наподобие Иркутской области вносят свою лепту лесом, первичным алюминием, первичной предработкой и так далее. Соответственно, все властные структуры, которые возникли вокруг этой экономики, они носят неизгодимый отпечаток, они обслуживают эту экономику, они являются составной частью этой экономики. По сути, мы имеем дело с властью корпорации, которая является, как бы, с одной стороны, неразделима, она участвует в этом процессе, и одновременно экономические структуры, такие как Газпром, они делегируют своих представителей во все уровни власти. И когда мы говорим о сценариях вот этих выборов, мы понимаем, что, в принципе, если вот играть за государство, то, наверное, может быть такой замкнутый круг из трех направлений сценария. Это некий деструктивный, да, когда массовая фальсификация приходит к массовому недовольству, но это недовольство, оно принадлежит именно той части населения, которая в сырьевую экономику не интегрирована. И я не знаю, наверное, еще рано говорить о каком-то социологическом анализе вот этих вот протестующих болотных, но, скорее всего, это тот самый малый и средний бизнес, тот сектор, который, это не служащие Газпрома и Роснефти, да, это люди, которые работают в каких-то коммерческих предприятиях, в бизнесе, в софтверном, то, что сейчас говорят инновационно, да, это именно люди те с честью и совестью, потому что корпорации, они, мягко говоря, честь и совесть, ну, мы же знаем, что такое клерк корпорации, который исполняет поручения, это человек, который четко знает рамки приказа, и он знает, что он не может себе позволить ни в блоге, ни во сне, ни в телефонном разговоре какое-то вольнодумство. И, в общем, с какой-то точки зрения вот этот протестный сценарий – это конфликт корпоративной экономики с неинкорпорированным в экономику населения. Власть этот сценарий объективно не выгоден, и у нее есть две альтернативы. Одна, которая оказалась бы разумной, это некая просвещенная революция сверху, это демонтаж наиболее одиозных элементов системы, это возврат к выборности губернаторов, это в том числе и посадки, о которых говорилось, потому что бороться с коррупцией словесами никому еще не удавалось, а вот с массовым террором судебной системы иногда получается. Но, к сожалению, мы здесь сталкиваемся с ситуацией, когда не может власть истребить самую себя, потому что вот эта вот система – это не ее какие-то признаки и пороки, а это ее составная часть, ее суть. И поэтому, скорее всего, мы будем наблюдать некий умеренный консервативный вариант, который, в принципе, мы видим. Это какие-то далеко идущие заявления, ограничение безудержной фальсификации, так скажем, умеренная фальсификация на выборах, какие-то элементы перемен и попытка удержаться вот на этой волне, полагая, что вот у нас есть некая синусоида, и где-то следующий будет этап спада общественного движения, и там все дальше будет нормально. И я это говорю не с каким-то пафосом против власти, да, но мне кажется, что это так и есть, и это невозможно рассуждать о политических вещах, не анализируя вот эту часть. И с этой точки зрения мы должны тоже дать себе отчет, что вот то, что происходит, это продолжение, так сказать, сценария конца империи, который начался там 25-30 лет назад, или это, который был, так скажем, заморожен, да, каким-то обложен льдом вот на восьмилетие Путина, и сейчас у нас процессы эти размораживаются, и опять начинается какое-то разложение, деструктив, потому что экономика-то как бы за это, потому что сырьевой экономике не нужна была большая страна, и сырьевой экономике не нужно успешное население, которое в этой стране участвует. В сырьевой экономике нужны узлы распределения прибыли и квалифицированный малочисленный персонал, который обеспечивает этот процессинг. И мы видим, что да, у нас есть там протестные братцы, Кыркутс-Ангарс, но у нас все спокойно в Нефтьюганске, там в Сургуте, тех центрах, где формируется это Кыркутс. Вот. И с этой точки зрения, к сожалению, с одной стороны мы видим искреннее, мне кажется, желание власть придержащих как-то отреагировать на ситуацию. И вот эти вот статьи программные Путина, которые так напоминают передовицы в газете «Правда», когда между строк предполагается вычитать, как оно все будет завтра. И его личное участие в процессе – это всегда была проблема предвыборной кампании, когда штабы пытались заставить что-то сделать Путина и Медведева, чтобы играть от событий, а не от неких умозаключений и фантазий, которые… То есть они работают над этим, они готовы, но готовы, насколько далеко, и здесь я полностью согласен с Гастуриным Бронином, насколько далеко они готовы пойти и насколько далеко вообще, в принципе, может пойти эта система. И вот это самый такой, мне кажется, ключевой вопрос у этого сценария. С этой точки зрения, сколько там набрал подписи Явлинский и вообще кто такой Явлинский и кто такой Прохоров – это уже вторично, потому что тут как раз роль личности в этой истории очень трудно переоценить. Есть классическое определение революционной ситуации. Власть, в принципе, она понимает, что что-то идет не так. И ей там нравится наверху, и она как бы хочет сохранить вот эти вот процессы, которые происходят. И она готова что-то изменить, наверное. Но, знаете, способны ли – это большой вопрос, потому что там нет недостатка в интеллектуалах. Но я, допустим, примерно знаю, как происходят какие-то инновации в федеральном исполкоме «Единой России», когда любой позитивный импульс, попадая в бюрократическую среду партийных функционеров, он совершенно по старым сценариям сталкивается в один кабинет, в другой – третий, и заканчивается ничем. Мы видели, что со стратегией развития Сибири – Дальний Восток. Это было видно с предыдущей кампании, потому что «Единая Россия» не коллектив безумцев. Там были люди, которые говорили, ребята, ну как бы все наступает, он пришел, да, давайте что-нибудь сделаем, вот такое, чтобы хоть что-то изменить. Да, все говорили, да, конечно, да, вот только вот финансировано пойдет на эти проекты, на эти, на эти, и все будет по лекалам, которые у нас лежат уже в папочке, то, что все остальное мы украдем. Ну, так, да, мы все вырежем. Нет, ни в коей мере. С точки зрения Иркутской области. Мне кажется, что вот говоря о власти, как о корпоративной системе, Дмитрий Федорович при всех его личных достоинствах и недостатках, он достаточно интегрирован в эту корпоративную систему. Корпоративная система руководствуется своей же корпоративной логикой, которая не предусматривает, так сказать, вознаграждение региона за личные заслуги. То есть, как бы, вот покарать человека, наказать человека через давление на какой-то регион можно. Мы помним эту историю в Иркутской области довольно длительного периода. Да, а вот поощрить, поощрив регион очень сложно. И я думаю, что, безусловно, поступок, я, кстати, чтобы тут не говорили, продолжаю считать поступок меденценно поступком, потому что это пример беззаветного служения корпорации. Корпорации под названием «Власть Российской Федерации». И это определенное мужество, это понимание. Он прекрасно знает свой уровень, так сказать, поддержки и как бы то, что могло произойти в ходе кампании. И вне зависимости, я тоже как-то вот склоняюсь к версии, что это такой размен в Эншвилле, да, пешка на слона, допустим, да, с подписями, чтобы можно было той же международной общественности, ассоциации «Голос» сказать, смотрите, ну мы вот Явлинского сняли, ну вот мы нашего Мизинцева покарались, ну там, мы беспощадны и справедливы. Вот. Но я не думаю, да, что это фиаско такое организационное, что их полилика на каждом собрании, немедленно выкладывали это все в интернет. Я думаю, эти личные заслуги в рамках корпоративной логики, они будут зачтены, да, и Дмитрий Федорович какие-то преференции получит. И уже это будет его личный выбор и его, так сказать, как губернатор и как человек долг. Использует ли он эти преференции в качестве, допустим, личных каких-то карьерных устремлений, улучшения там своего положения в иерархии власти. Или он сумеет конвертировать это в региональные какие-то плюсы. И я бы тут тоже не демонстрировал скептиз, потому что мы видим, что за предыдущие годы, ну, так я могу ошибаться, но астрономические деньги получила Иркутская область на личных связях. Это и финансирование юбилея, это и с грехом пополам достроенный мост, это и ряд проектов, которые при любом другом губернаторе тянулись, тянулись, а, допустим, 130-й квартал, он не состоялся бы и вовсе на месте Сибири. Спасибо. Дмитрий Георгиевич, если можно, я Михаилу Яковлевичу слово предоставлю, потому что я понимаю, что есть желание еще высказаться на круг, но у Михаила Яковлевича, пожалуйста. Самое интересное и важное сейчас можно как раз увидеть, если попытаться взглянуть из-за пределов политики. И вот нынешняя ситуация, возникшая сейчас, она позволяет это сделать, взглянуть из-за пределов политики, политического мышления, то есть той логики, того мышления, который формируется благодаря как раз активному участию в политике, поскольку я в политике не участвую, ни активно, ни пассивно. Ну, в общем, то есть, наверное, возможность взглянуть из, так скажем, с точки социальной истории, что же произошло эти месяцы. И мне кажется, с этой точки зрения, в общем, видно, что главное в стране произошло. Оно произошло вот осенью и в декабре 2011 года. Произошло и ожиданно, потому что рано или поздно как бы ожидалось что-то, и неожиданно, потому что как бы политически, ну, как всегда, какие-то случайности сошлись, не случайные случайности. Вот они наложились, это 24 сентября, это рокировка, значит, на форуме «Единой России». Вот, значит, ситуация с выборами, какие-то московские обстоятельства, внутримосковские обстоятельства, там, прошлогодние все эти дела, связанные с пожаром и поведением власти во время пожара и самоорганизации гражданской общественности. То есть много-много-много каких-то факторов, о которых говорить. Очень трудно вот все это каким-то образом сложилось, и вот произошло то, что произошло. То есть заявил о себе люди, которые заявили о себе как граждане, вот, заявили достаточно весомо, вот, и понятно, что и на Болотной, и на Сахаровой, тем более там приходили не ораторов со сцены слушать, то есть что вот люди, которые в пределах политики, да, политической, там, оппозиции, системные, не системные, любые, они как бы сами по себе, а вот, значит, люди, которые заявили о себе, вот, они заявили о чем-то, о чем-то существенном, да, и как-то существенно, с чем нельзя не считаться. Ну, о чем и как это следующий очень большой вопрос, он интересен, как раз, вот, хочу быть в данном случае краткой, потому что это не только выборов касается. Вот, и еще одно очень важное событие, которое может в перспективе оказаться одним из таких решающих, произошло буквально несколько дней назад, это формирование Лиги избирателей. Почему? Потому что речь идет, мы знаем и это десятилетие, в том числе движение сопротивления различное, да, в регионах, мы знаем низовые инициативы, которые объединялись, конкретно повод, здесь не политические лидеры, лидеры, которые не политики, а вот выступают как бы в данном случае гарантами координации вот этих самых низовых инициатив и так далее. И это может вылиться вылиться в очень многое, и главное, во что это выливается уже, что те люди, которые заняты вот этой политической жизнью, политической активностью, они уже вынуждены считаться не только друг с другом, не только с раскладами друг друга и так далее. Я бы сформулировал таким образом, что в стране, в политической жизни страны, так скажем, и в чем-то в стране кончается, завершается эра власти политтехнологов. Это очень важно. То есть это не должно напрягать политтехнологов с той точки зрения, что у них работы не будет, просто политтехнологи в данном случае займут свое место, инструментальное место, да? Они будут определять вопросы, ну вопросы стратегии не определяют язык, как бы оказывается главным, пиар оказывается главным, стратегия отходит на второй план. Вот эта ситуация, она сейчас будет завершаться, значит, есть возможность, что будет возникать и возникает все-таки институт общественной дискуссии в стране. Выборы с этой точки зрения, это как раз как бы удачный момент. Другое дело, что можно было бы, хотелось бы рассчитывать на большее, но большего не получится. Например, региональная повестка дня, региональные вопросы никак не возникают, потому что основная активность проявилась в Москве, естественно, как бы москвичи этой ситуации не видели, в пакет каких-то требований и лозунгов это не входило, да? И уступки, которые прозвучили, ну например, даже не прозвучал, там не прозвучало как версия возможность вернуться к выборности членов Совета Федерации, но это само по себе очень показательно, да? То есть просто по-прежнему этого пласта проблем не существует, и здесь, кстати, участие Мезенцева в предвыборной кампании вряд ли что-нибудь изменило бы абсолютно, потому что это не его повестка дня тоже, он человек из корпорации, как совершенно верно, Дмитрий заметил в этом смысле, и остается. Я бы только говорил, что две корпорации, корпорации и политические корпорации, да? Ну, политические, я не имею в виду копиратив, а зерки, да. Это как раз Дмитрий Георгиевич, он говорил о корпорациях как концернах и корпорации как политкорпорации. Вот, так он правильно и говорим. Еще об одном моменте.